Добрый вечер, новости на Первом в Молдове. С вами Надежда Вербицкая. Коротко о главных темах этого дня. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Здоровые заразы не боятся, заболев, ругают врачей и власти. Эпидемиологи и чиновники объясняют, почему число больных в Молдове растет, как на дрожжах. Вылечился сам, помоги другим. Все больше мужчин, переболевших коронавирусом, становятся донорами плазмы, необходимой для спасения тяжело больных. Встали в строй. Горжусь ей очень, потому что и тяжело было, и прошли через все, и наконец-то я жду своего лейтенанта. 90 офицеров займут места в национальной армии. Военная академия имени Штефана Чалмари простилась с выпускниками. Меньше, но ненамного. После проведения 1600 тестов, 366 случаев заражения коронавирусом выявили сегодня. Антирейтинг возглавляет Кишинев, чьи больницы пополнились на 124 новых пациента. За сутки излечились 157 человек, умерли 10. Вчера, напомним, число положительных тестов было шокирующим – 406. Сегодня мы перешагнули порог в 11 тысяч больных. Правительство собралось на экстренное заседание. Буквально час назад принято решение. С понедельника бюджетники работают по особому графику, в том числе удаленно. А вот представители властей переходят на чрезвычайный режим работы. Бюджетники переходят на особый режим работы. Кто-то, как до 15 мая, будет трудиться удаленно. Для тех, без кого на рабочем месте никак, руководство создаст особый цикличный график. Начиная с 15 июня 2020, для тех, безусловно, не требуется обязательной работы. Общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах снова будет ходить только утром и вечером. Продолжение следует... Остановить экономическую деятельность власти не в силах. Премьер отметил, в правительстве хорошо понимает, что работать людям надо. Именно поэтому магазины, рынки, предприятия не будут прерывать свою деятельность. Рестораны, отели, кафе, как и планировалось, с понедельника могут открыться. Однако за тем, как соблюдаются предписанные меры безопасности, будет следить ВОБА, армия контролёров, от полиции до инспекторов отраслевых агентств. За нарушения будут наказывать жёстко. Причины, по которым после отмены режима ЧП растёт число заболевших, премьер перечислил по пальцам. Тут и предприятия заработали, и транспорт пошёл, и госорганы расслабились. Да и граждане, чего греха таить, мер не соблюдают. Примерно такая же картина сохраняется во многих странах мира, ослабивших карантин. Факт остаётся фактом. Нагрузка на систему здравоохранения гигантская. Места в больницах есть, но распределены неравномерно. Там, где фиксируются вспышки, возникают трудности. Там, где случаев немного, есть свободные койки. Правительство приняло решение с понедельника выделить для всё поступающих больных новые помещения. Мы сегодня решили с коллегами с койки-то разрушаем какие-то институты медицинские в местах импровизации, в другие имобилии, которые пока не были, не имеют destinатия медицинская. То есть, мы репрофилируем унилые институты медицинские, но мы репространим в несколько дней, или мы репространим на диспозиции медицинских еще несколько местных местных для организации для трактного пациента. К сожалению, отель можно перепрофилировать в больницу, но официантова-врача никак. Именно поэтому власти просят граждан взять себя в руки и осознать, сейчас от каждого из нас, от того, насколько чётко мы следуем правилам, зависит благополучие всей страны. Введение всех мер обсуждалось на совместном заседании руководящей коалиции при участии премьер-министра и президента страны. Парламентское большинство отметило, что окажет всю поддержку Кабинету министров для реализации мер по предотвращению распространения коронавируса. Неослабление карантинных мер привело к резкому росту числа заболевших, а превратное толкование того, что можно и чего нельзя. Расслабились в угоду своему удобству, утверждают специалисты Агентства общественного здоровья. Кто носит маску на подбородке, кто вообще не считает нужным ее надевать. Про мытье рук и советы держаться друг от друга подальше можно даже не говорить. Большие города – большие соблазны. Они чаще всего и становятся рассадниками болезни. Достаточно одного заболевшего и десяти беспечных рядом. И вот ваш родной город выходит в топ антирейтинга. ПЕСТЕ САИЗЕЦИЛА СУБОРБИЛИ Открылись базары все на базар, пустили транспорт все туда, разрешили гулять в парках, тут же стали собираться семьями в пяти поколениях и водить детей на детские площадки, которые, кстати, пока табу. Глава Агентства общественного здоровья говорит, что наших людей, как мотыльков, на свет тянет именно туда, где риск заразится выше всего. Глава Агентства общественного здоровья говорит, что, шоу запорнят действия, с кондиция, с respectой регули и гигиена, транспортный публик. Мы рекомендуем на continuу, оценки, которые не имеют работы в городе, чтобы избить исчезновения в городе, из-за бисерики. В借, кстати, у нас сегодня есть пустые 10 людей в категории глинициумов infectов, и нашим сообщением обе отсутствует, что мы не можем сделать максимум заниматься службе в интере у бисерики. 6229 заражённых успешно прошли лечение. Это 58% от общего числа заболевших с начала марта. Умерли 382 пациента. Средний возраст скончавшихся – 67 лет. Большинство страдало хроническими заболеваниями. Почти у 90% были проблемы с сердечно-сосудистой системой, у 37% – диабет, 34% страдали неврологическими недугами. Примерно у трети умерших было ожирение, у четверти почки не в порядке. Особое внимание врачей заслуживают дети. Всего в стране с начала пандемии коронавирусом заболели 628 несовершеннолетних. 54 из них в возрасте до года, 284 – от года до 9 лет, ещё 163 – от 10 до 15. Прошли и проходят курс лечения 127 подростков. COVID-19 не щадит и беременных. К данному моменту лечатся 99 будущих мамочек. Каждая вторая была на последнем триместре. Власти просят население поберечься, прислушаться к их советам, но не впадать в панику. Места в больнице найдутся всем. Ведь помимо того, что кто-то заболевает, кто-то выписывается. И, к счастью, врачи успевают поставить на ноги довольно большое число пациентов. Внезапные проверки проходят в организациях, которые возобновили работу после карантина. За неделю инспекторы обошли около 280 объектов. Это аптеки, салоны красоты, кабинеты стоматологов, рынки и медицинские учреждения. Нарушения обнаружили в полусотне из них. Специалисты проверили как соблюдают меры борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Солнечный фактор, что салоны расслабили, что расслабили и фигурат полностью, мы решили, мы решили, в порядке, с все autorители, что проходим на какие-то контролы, включительно при использовании месурителей конструкции. В несколько дней мы используем 8 медицинских действий и мы используем 23 объективы. Директор Нацагентства общественного здоровья заявил, что экономические агенты не должны расслабляться, а проверки продолжатся. В то же время, учитывая тревожную статистику о заболевших COVID-19, мэр столицы Иончабан вчера созвал на вне очередную встречу администраторов рынков и торговых центров, сетей, магазинов и других экономических агентов. В целях предотвращения распространения вируса среди населения, Иончабан обратился с просьбой о создании межотраслевых комиссий, которые будут следить за ситуацией на местах. Речь о соблюдении социальной дистанции, ношении защитных масок и дезинфекции рук, недопускании столпотворений на территориях объектов, а также строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил в местах торговли. Жителям страны, которые перестали соблюдать правила нахождения в общественных местах, власти вновь напомнят об опасности COVID-19. Спасатели полицейские ездят по столице на специальных автомобилях и транслируют аудиосообщения, предупреждая о рисках и призывая к ответственности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полиция продолжит следить за теми, кто вернулся из-за границы и находится на карантине, а также предпринимателями и перевозчиками. В этом контексте полиция напоминает водителям на городских линиях и на национальных рейсах соблюдать меры безопасности, в том числе и пассажиров. По распоряжению властей, лицам старше 63 лет запрещено находиться в общественных местах без срочной необходимости, запрещено находиться на игровых площадках, в спортивных и развлекательных зонах. Также нельзя проводить культурные и спортивные мероприятия, а прогулки в парках группами более чем из трёх человек запрещены. Общественный транспорт не должен быть заполнен более чем на 60%. Доступ в магазины, торговые центры на территории рынков разрешён только с маской. Генинспекция полиции напоминает, что несоблюдение мер представляет опасности для общественного здоровья, и те, кто не соблюдает эти правила, будут наказаны в административном или даже уголовном порядке. Не только в Молдове регистрируют рост новых случаев коронавируса. Такая тенденция наблюдается во всём мире. Это итог ослабления ограничительных мер и беззаботного отношения людей. В мировом рейтинге наша страна не занимает лидирующее место, и по распространению инфекции дела у нас обстоят лучше, чем у некоторых государств Евросоюза или восточноевропейского пространства. Президент Игорь Дедон утверждает, что Молдова переживает ситуацию, аналогичную со многими другими странами, которые ослабили экономическую и социальную деятельность. Если тот в Луме, в номере, где Казур есть рекорд. Эвиден, что он рекорд на Републике Молдова. В то же время, с точки зрения заболеваемости, в Молдове не самые плохие показатели по сравнению с другими европейскими странами. Более 50% пациентов с COVID-19 в Молдове уже прошли лечение. А с точки зрения смертности, наш индекс достигает чуть более 100 случаев на миллион населения. По статистике, в некоторых странах европейского региона наблюдается период стагнации с уменьшением числа заболевших. Но в последние дни там зарегистрирован взрыв. Как и в Молдове, в этих странах наступление вируса связано с ослаблением ограничительных мер и поведением граждан, которые не прислушиваются к рекомендациям врачей. Суедея, например, регистрирует о курбе exact, около 100% similarу к чему-то в Молдове, аж и ануме, и аргументат так, как мы сказали, как мы сказали. В Молдове, на университете 2,9 миллиона, регистрирует зилы последние в районе 600 случаев зильных случаев, и это связано с неинтелегением мастерилов для расслабления. Глава государства заявляет, что ситуация, не вышла из-под контроля, и в настоящее время медучреждения гораздо лучше подготовлены к решению проблемы, чем три месяца назад. Игорь Дедон утверждает, что страна должна научиться жить с этим вирусом, а снова объявлять чрезвычайное положение уже не выход. Игорь Дедон утверждает, что это не нужно. До сих пор в Молдове зарегистрировано более 10 тысяч случаев нового коронавируса, из которых более 6 тысяч прошли лечение. КОВИД-19 удалось побороть уже 6229 гражданам Молдовы. 39-летний житель Кишинева переболел коронавирусом, на себе почувствовал все прелести агрессивной болезни и решил помогать тем, кто только вступает с ней в борьбу. С момента выписки мужчина уже дважды успел сдать плазму, понимая, что она может значительно облегчить протекание болезни и, возможно, спасти чью-то жизнь. И не одну. Врачи говорят, что одна донорская доза используется для поддержки минимум троих пациентов. Заболел Сергей в начале апреля и с момента проявления первых симптомов понял – ковид уложил его на лопатки. Две недели молодой и сильный мужчина провел на больничной койке в практически беспомощном состоянии. На полное выздоровление понадобилось 17 дней. Из первых дней выписки у Сергея появилась мысль о том, что он должен сдать кровь для тех, у кого кошмар, через который он уже прошёл, только начинается. Сегодня Сергей пришёл сдать кровь во второй раз после выздоровления. Говорит, что чувствует – это его моральный долг, который он обязан выполнить. Говорит, что чувствует – это жизнь очень важно. И после этого, я уверен, что ты успел сделать что-то и не сделал, не знаю, как ты можешь жить после этого, с эмоцией. После этого, это трудно жить, когда ты знаешь, что ты успел сделать что-то и не хотел. До сих пор донора микровиции стали 150 человек, переболевших COVID-19. Добровольцами могут быть только мужчины. Сдать плазму можно всего дважды с семидневным перерывом. 14 июня ежегодно отмечается Всемирный день донора крови. По этому поводу, сегодня рано утром десятки карабинеров отправились в Центры переливания крови. Среди них как бывалые доноры, так и добровольцы, которые сделали это впервые. Они уверены, их долг – быть в трудную минуту рядом с теми, кто нуждается в помощи. Компании присоединялись в общей сложности 90 лет. Это сотрудникам главной инспекции карабинеров. Большинство из тех, кто пришел сдавать кровь, уже опытные доноры. Некоторые из них даже вышли из отпуска, чтобы присоединяться к коллегам и сделать доброе дело. Действительно, я уже 4 лет. Один раз в три месяца, один раз в жмадеан, донез санжи. Другие делаем, что мы делаем хорошие работы для людей. Это у нас есть в ситуации, в ситуации, в ситуации для Республики Молдова. Сегодня в Национальном центре переливания крови чествовали бывалых доноров Молдовы. Врачи встретили их аплодисментами и наградили почетными грамотами за их вклад в систему здравоохранения. Мне 39 лет, у меня уже 79 сдачи крови. Я сдаю очень давно и сколько будет здоровья, столько я буду еще сдавать. Мне это нравится. Если я не сдаю, мне плохо становится. Я постоянно обовремя сдаю. В целом, у нас есть 36 донори. Организмом санглором дэ дештири, когда я должен быть донез санжи. У нас есть пласение, аж сфретеаса, когда донез. И это все. Мы даем все, которые позволят санататия, десигурно, чтобы не иметь никакой фрикой. Они не могут иметь много спирения, чтобы иметь донори, аж не могут иметь никакой донори. Я не могу иметь никакой донори. Очень много лет. В 2013. Что вы делаете? Просто у нас есть благословение, мы спасаем жизнь. Может, кто-то имеет нужные, даже очень большие. Желающие присоединения компании по сдачи крови могут сделать это до 26 июня. О chaotic доноре, которые должны быть в Санатове, и приёмовы, в Центрах национальной трансправности, которые имеют точки, где где-то на Кишинэу, Балз, как в Икахул, как в социальных 16 пунктов донора санжи, и в полную спитале Раимональ. В последнее время, по сайту Центра национальной трансфузии санжи, вы найдете и карта зильная о пунктах мобилей для коллектации санжи. Между тем, пандемия ускорила модернизацию больниц. Несмотря на кризис, власти намерены сделать все возможное, чтобы поднять уровень лечебниц по всей стране до самого высокого уровня. И речь не только о районных и республиканских больницах, но и сельских медпунктах, которые, по мнению президента, должны быть в каждом населенном пункте. Об этом Игорь Дадон говорил с медиками Дандюшанского района. С начала эпидемии в Дандюшанах зарегистрировали 38 случаев заражения. 27 человек уже вылечились, двое умерли. Еще 9 пациентов продолжают лечение в различных медучреждениях. Глава государства поблагодарил сотрудников больницы, а их более 200, за усилия по защите здоровья жителей региона. Игорь Дадон также уточнил, что приложит все усилия, чтобы вознаградить работу врачей поднятием зарплаты и вручил им почетные дипломы за титанический труд. Президент также принял участие в открытии нового центра семейных врачей в селе Покровке. На реконструкцию заведения выделили 150 тысяч леев. Красиво сделано? Да. В течение 10 месяцев. 10 месяцев, да. Вот это работа. Село. Каждый человек до 50 лет, кто имел, должен был прийти один день жить от работы. И вот вся молодежь поддержала, они без проблем. Это вам? Вот это вам. В центре есть аптека и четыре кабинета семейных врачей. К счастью, коронавирус овошёл селян стороной. У вас в селе коронавирус есть? Нет, нет, нет. Тьфу-тьфу-тьфу, где дерево, слава богу. В Дандюшанах глава государства встретился с несколькими фермерами. Они говорят, что стараются шагать в ногу со временем, чтобы поставлять на рынки качественную продукцию. На птицефабрике «Тудоросырбу» более 160 работников обеспечивают бесперебойное производство яиц и курятины. Здесь выращивают образцовых несушек и упитанных бройлеров. Предприятие закупило сортировочную и упаковочную технику, так что на прилавке всё попадает в лучшем виде. В селе Сударке глава государства возложил цветы к могиле неизвестного солдата и поздравил с 75-летием победы двух ветеранов Великой Отечественной. Оба ветерана получили из рук президента высшую награду страны – Орден Республики. Спасибо за победу. Я принял решение в знак благодарности от всего народа Республики Молдова вам вручить высшую награду Республики Молдова в Орден Республики. Это высшая награда. Вам спасибо. Спасибо. Игорь Дадон поговорил с местными властями о необходимости ремонтировать дороги и обеспечить доступ к воде и канализации. Эти проекты должны быть реализованы в самое ближайшее время. Погода на выходные обещает быть капризной. Ливни, грозы, переменная облачность. Но дожди, которые местами прошли уже сегодня, немного собьют температуру. Так что и в субботу, и в воскресенье, и даже в начале следующей недели нас ждут вполне комфортные 26-29 градусов. Ну а дальше все вернется на круги своя. И столбики термометров вновь полезут выше отметки в 30 градусов. Апелляционная палата оставила сегодня в силе решение чеканского подразделения столичного суда о заочном 30-дневном аресте Влада Плохотнюка. Его пытались опротестовать адвокаты беглого олигарха вопреки аргументам прокуроров по борьбе с оргпреступностью. Решение вынесено к вечеру того самого дня, когда генпрокуратура выразила обеспокоенность постоянными отсрочками рассмотрения апелляции адвокатов беглого олигарха о его аресте. Свою точку зрения прокурор обнародовали после нескольких запросов со стороны общественности, которая интересовалась, почему задерживается судебное разбирательство в Кишиневской апелляционной палате. В пресс-релизе генпрокуратура публично выразила свою обеспокоенность по поводу продолжительных отсрочек апелляционной палаты Кишинева рассмотрения запросов адвокатов бывшего лидера ДПМ на решение суда первой инстанции, которая позволила бы прокурорам арестовать обвиняемого заочно и объявить его в розыск. Прокуроры также выражают обеспокоенность тем, что судебное разбирательство может быть намеренно затянуто, что недопустимо, учитывая, что расследование банковского мошенничества является вопросом первостепенной важности. И результаты расследования ждут как граждане Республики Молдова, так и внешние партнеры. В этих условиях существуют противоречивые толкования и оценки позиций Кишиневской апелляционной палаты, которая в пятый раз откладывает рассмотрение и принятие решения по этому делу. Более того, в контексте отказа апелляционной палаты арестовать иностранные активы обвиняемого в обществе формируется ложное представление о том, что установление истины, привлечение всех виновных в банковском мошенничестве к ответственности и возмещение причиненного ущерба не является приоритетом для юстиции Республики Молдова, говорится в пресс-релизе прокуратуры. В то же время в опубликованном Генпрокуратуре релизе подчеркивается, что прокуроры намерены получить все решения апелляционной палаты и необходимые материалы для оформления запроса о выдаче Плохотнюка из Соединенных Штатов только с законными методами и без давления на судей. Напомним, что ранее депутат ПСРМ Богдан Цирде заявил, что попытки беглого олигарха Владимира Плохотнюка подкупить несколько депутатов, свергнуть Кабмин Кику и создать новое правительство объясняются тем, что беглый олигарх хочет остановить уголовный процесс, начатый на него в Молдове, а также решение, принятое 22 мая Кишиневским судом о его аресте. Все это нужно для того, чтобы выиграть процесс против госсекретаря США Майка Помпео, который проходит сегодня в Нью-Йорке. Отметим, что последний заявил, Плохотнюк имеет сомнительную репутацию и его присутствие в США нежелательно. По мнению депутата от ПСРМ, если Плохотнюк проиграет дело в апелляционной палате, он также проиграет дело в Соединенных Штатах и в результате будет экстрадирован в Республику Молдова. Прокурорам и судьям, расследующим и рассматривающим дела, в которых фигурирует Владимир Плохотнюк, угрожают и заставляют принимать решения в пользу бывшего лидера демократов. По словам президента Игоря Дадона, именно этим можно объяснить промедление судебных процессов по его делам. Глава государства утверждает, что Владимир Плохотнюк лично звонит молдавским судям, которые рассматривают дела на него, и угрожает им физической расправой. Игорь Дадон говорит, что через послов проинформировал об этих беззакониях внешних партнёров Молдовы. В связи с этим президент обратился ко всем честным судям и прокурорам с призывом не бояться, а действовать по закону. Он призвал их выявить коллег, которые до сих пор служат бывшему лидеру демократов, лишить их иммунитета, чтобы они могли предстать перед судом. Игорь Дадон также отметил, что сейчас Владимир Плохотнюк находится в США. Глава государства задался вопросом, по какой причине американские власти обеспечивают защиту беглому олигарху. По словам президента, в основе легенды Плохотнюка лежит тот факт, что он якобы продвигал антироссийскую политику, пока был у власти в нашей стране. Глава государства сообщил, что в июне 2019-го Владимир Плохотнюк встретился с российским чиновником Дмитрием Козаком прямо в кабинете президента. «Я как кабинет уиста, значит, полу-юня антрекут, статья Плохотнюк, статья Козак, статья МЕУ. Так отшли вообще прометя Плохотнюк, ну, Козак, кабинет уиста. Так отшли веще прометя, что вообще с семна, сенотик. Дородат есть Эдуард Сунт у него. Торсунт». Напомним, генпрокурор Александр Стояногло заявил ранее, Владимир Плохотнюк – один из главных бенефициаров банковского мошенничества в Молдове. Группировки, контролируемые беглым олигархом, якобы прибрали к рукам сотни миллионов долларов из похищенного миллиарда. На имя олигарха возбужден ряд дел и начата процедура его выдачи правосудию нашей страны. 13 января госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты включили Владимира Плохотнюка и его семью в список лиц, которым запрещен въезд на их территорию. Помпео подчеркнул, что решение было принято на основе проверенной информации о причастности бывшего лидера Демпартии к крупным коррупционным деяниям. Сегодня в Нью-Йорке проходит процесс, инициированный Плохотнюком против решения Помпео. А в Кишиневе не раз откладывалось рассмотрение апелляции, поданной на постановление суда первой инстанции, который 22 мая выдал ордер на арест олигарха. Проект закона о запрете политического туризма депутатов, разработанный главой государства, будет представлен в ближайшее время. По словам президента, благодаря этой инициативе законодателям будет гораздо сложнее выйти из фракций, с которыми они попали в парламент. Я выступлю с этой инициативой для того, чтобы сделать намного сложным выход из фракций после того, как закончились парламентские выборы. Я считаю, что если мы не остановим политический туризм, то тогда у нас всегда в парламенте будут вот эти игры. В этом парламенте, я уже говорил, уже 15 человек, это около 13-12% депутатов, уже перепродались, уже перешли в другие партии. Этот парламент уже не соответствует выборам прошлого года. Его нужно распускать. Но до того нужно принять изменения в закон, для того, чтобы вот эти явления больше не было. Ранее президент объявил, что депутатов-перебежчиков ждут суровые меры. В частности, им придётся оплатить расходы, понесённые партией в ходе избирательной кампании. Кроме того, президент призвал депутатов, которым предлагали деньги за выход из их фракции, подать жалобу в прокуратуру, иначе лица, совершившие коррупционные деяния, смогут избежать ответственности. Глава государства также приветствовал декларацию об осуждении политического туризма, единогласно принятую 11 июня в парламенте. Что важно в этой декларации? Там сказано от имени партий, что они не намерены создавать правительство с перебежчиками. Я думаю, что из всей этой декларации это самое важное. Но самое важное в этой декларации, что не будут делать правительство с перебежчиками. Это чёткий сигнал. Шору, Канду, вот всем и всей этой группе, что с ними никто не намерен создавать правительство. И за это голосовала партия Майя Санду и Андрей Анастасов. Лидеры Демпартии, которые недавно покинули 15 депутатов, неоднократно заявляли, что законодателей подкупили за различные суммы от 250 тысяч евро до миллиона 200 тысяч долларов. Парламентарии-перебежчики присоединились к группам, возглавляемым либо Андреаном Канду, либо Иланом Шором. В Генпрокуратуру и Национальный центр по борьбе с коррупцией уже поступили несколько жалоб от депутатов о попытках подкупа. 7 миллионов евро. Именно во столько обошелся ремонт бульвара Штефана Челмари 3,5 года назад. Через год после завершения работы асфальт начал деформироваться и сейчас ситуация на главной артерии столицы еще хуже, чем до реабилитации. Эксперты иностранной компании подтвердили халтура. Жители столицы тем временем продолжают бить ноги и автомобили прямо в центре города. Как получилось, что главная улица столицы оказалась в плачевном состоянии вскоре после ремонта, объяснил сегодня мэр Ион Чебан. Мэр говорит, что компанию, которую выбрали для проведения ремонтных работ, начала их поздно и использовала меньше асфальта, чем полагалось. Ион Чебан говорит, что ситуация ухудшит из-за жары. По его словам, компания-подрядчик обанкротилась и спросить теперь не с кого. Специалисты научного института дорожных исследований из Беларуси, которые провели экспертизу, сейчас анализируют несколько решений для устранения дефектов. Одно из них – удалить 10 сантиметров асфальта и положить новый. Но это временное решение. Чтобы полностью заменить покрытие, нужно около миллиона евро. А экспертизу отправят в генпрокуратуру, чтобы привлечь к ответственности виновных. Военная академия вооруженных сил Александр Челбун сегодня выпустила еще 90 офицеров, в числе которых 19 девушек. Выпускники получили степень бакалавра и начальную степень лейтенанта. Торжественную церемонию награждения посетил министр обороны Молдовы Александр Панзарь. Сегодня у выпускников Академии вооруженных сил Александра Челбун по-настоящему волнительный день. Надев мундиры, фуражки и белые перчатки, 90 человек уже в звании лейтенант строят планы на будущее. Есть очень важный день для меня. Мерз по этот степень, я становился лейтенант в четыре года в зале. У меня был шаг с моментами позитивными, с моими коллегами, которые становились одевременно приятели, camarады, коллеги. Планы для певитора являются, чтобы попасть в трупы Молдовы, чтобы удовлетворить милитарный служеб, чтобы улучшить милитарные пожилы, которые приходят из-за этого. Горады для певитора, чтобы улучшить милитарные пожилы и улучшить в следующих солдатах, аппаратах, оборудования страны. Организовать мероприятие было сложно. Эпидемиологическая ситуация не позволяет провести его как положено. Однако праздник выпускников никто не лишил, в соответствии с нормами соблюдения профилактики коронавируса. Мероприятие прошло торжественно. Мы встали на дубе, как организовать, дали инфакт, что мы в пандемии. Мы видели, что мы поддержали, мы поддержали регулирую санитария. И мы успели сделать эту церемонию. Мы пришли к дам месажам молодежи, что они будут готовы, что они будут поддерживать, что они будут в будущем в армата национальной, потому что они будут в будущем, они будут в будущем в нашей стране. Шесть лейтенантов получили медали за мужество и отвагу от министра обороны. Жаль только близким не удалось посмотреть на церемонию вручения орденов. В рамках мер по защите от коронавируса родных на территорию Академии не пустили. Взволнованные родители томились в ожидании возле ворот учреждения. Для каждого из них это большой праздник. Аспиранты были назначены на места продолжения контрактной военной службы в крупных частях и воинских частях национальной армии. Каждый выпускник имел возможность выбрать желаемую должность по общему среднему балу. Спасибо, что вы с нами. Вчера выпуск новостей на Первом в Молдове в 21.00 посмотрели почти 200 тысяч человек по всей стране. Ваше внимание помогло сделать нас абсолютным лидером по просмотрам новостных программ. Это большая честь и огромная ответственность, которая заставляет нас еще пристальнее следить за развитием событий. А на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Желаю хороших выходных. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин